Добрый день. Как меня слышно, видно? Поставьте плюсики. Прекрасно. Ну что, готовы узнать о новом перевозчике FlyArm, который присутствует у нас на российском рынке? Здравствуйте всем. Рада видеть ваш чат. Поставьте плюсики те, кто уже знает авиакомпанию. Так, вижу минусики пока. Ну вот, сегодня прекрасная возможность у вас познакомиться с национальным армянским авиаперевозчиком. Ровно 15.00. Стартанем. Приветствую всех, дорогие прекрасные гости онлайн-выставки. Рада вас всех видеть на нашем сегодняшнем вебинаре, посвященной прекрасной авиакомпании FlyArm. Я вам расскажу сегодня много разных деталей. Мы с вами поближе познакомимся. Вы узнаете, кто такие FlyArm, что из себя они представляют, какой у нас борт, какой у нас сервис на борту, какая у нас география полетов, наши типы тарифов, какие дополнительные услуги мы предлагаем нашим любимым пассажирам. Вы немного узнаете о нашей программе лояльности Air Rewards. И венцом нашей сегодняшней онлайн-встречи будет викторина. Та-дам! Главный приз – авиабилет Москва и Ревансква. Поставьте плюсики, кто хочет попасть в эту прекрасную страну. Так что слушайте внимательно. Вопросы легкие, но с подковыркой. И, соответственно, кто первый правильно ответит на все вопросы, тот получит этот прекрасный. Так, все хотят в Армению. Я тоже очень хочу в Армению, потому что это бесконечное государство, одно из древнейших. Как бы колыбель считается цивилизацией нашей человеческой. Еще с шестой век до нашей эры есть записи об этом прекрасном государстве. Так, и авиакомпания. Авиакомпания, конечно, юная совсем. О создании авиакомпании задумались в прошлом году. Наша материнская компания Air Arabia Group и Национальный фонд интересов Армении объявили о создании нового национального айоперевозчика в прошлом году, летом. Провели конкурс среди общественности, который назывался «Назовем авиакомпанию». И все, скажем, кто участвовал в конкурсе, были причастны к созданию имени авиакомпании. FlyArna – это сопоставление первых букв Armenian National Airlines. Я уже сказала, что наша материнская компания – это Air Arabia Group. И успешная low-cost модель была принята и компанией FlyArna. Это комфорт, надежность и оптимальное соотношение цены и качества авиации. Сейчас вы в этом убедитесь. Я вас приглашу на борт нашего лайнера. Хочу вам показать, какой красавец аэробус А320. Один тип воздушных судов использует авиакомпания. Livrea – это национальный триколор. Синий, красный и желто-оранжевые цвета. Идем дальше. Увидели нас в небе, приземлились. А теперь проходим на наш борт. Что из себя представляет наш борт? Это монокабина экономического класса, 174 кресла, 29 рядов, конфигурация 3 и 3. В чем уникальность этой кабины? А уникальность в том, что, несмотря на то, что это авиаперевозчик, лоукостер, бюджетный, он предоставляет самое большое расстояние от спинки до спинки. У вас много пространства для того, чтобы расположить свои прекрасные ноги. Даже очень высокие пассажиры могут спокойно насладиться сидением в кресле, даже после иллюминатора. Тканевая обивка, что достаточно комфортно в любую погоду. Никакого кожезаменителя или каких-либо других продуктов, которые могут присутствовать в авиалайнерах. И здесь этого нет. Здесь достаточно все комфортно. По-домашнему ничего лишнего. И все премиального качества. Увидели, да, что коленки в передистоящее кресло не упираются. Кстати, вот расстояние первых рядов от спинки до стенки, там почти 2 метра. Соответственно, есть определенные уровни тарифов, которые подразумевают бронирование себе таких мест. Расположились на кресле. Можно перекусить. Sky Cafe – это доступная стоимость. Большой выбор меню, закуски, блюда, свежесть и гигиеничность. Все очень достаточно красиво упаковано, ароматно, продегустировано мной лично. Многие моменты. И поэтому могу сказать, что армянское гостеприимство начинается прямо с Sky Cafe у нас на борту. И несмотря на то, что материнская компания достаточно критично относится строго к подаче алкогольных напитков на борту, в меню национального перевозчика Армении они присутствуют. Стоимость покажу позже. Чтобы не было скучно, можно подключить программу Sky Time. Sky Time – это стриминговая система, которая позволяет включить себе, как же, с алкоголем. А без алкоголя – это наша материнская компания «Эра Рабе Групп». Я просто вижу чат и немножко отвечаю сразу. С алкоголем. То есть, да, действительно, как же без алкоголя. Летим в Армению армянским перевозчиком. Это, скажем, визитная карточка в некоторых моментах этого государства. Поэтому обязательно нужно попробовать уже что-то у нас на борту. Конечно же, это за сопоставимые деньги. Сейчас вы увидите, сколько это стоит. Программа Sky Time. Вы поднялись в воздух. У вас телефон или смартфон или любой девайс, который вы взяли с собой, даже ноутбук, переведен в авиарежим. Потом вы подключаете Wi-Fi или через браузер просто набираете skytimeflyarna.com, и вы переходите в нашу программу развлечений. Там есть голливудские, болливудские фильмы, музыка, телепередачи, игры. Причем достаточно большой выбор. Пробовала и как на смартфоне, пробовала и с компьютера. Сама лично. Очень все хорошо загружается, можно наслаждаться и забыть вообще, что ты где-то летишь. Потому что то, что сейчас не везде все доступно у нас в кинотеатрах, это доступно на борту FlyArm. И наша карта полетов. Поскольку я сказала, что мы очень юная авиакомпания, первые наши рейсы пришли в июне этого года. Наше первое направление было Хургада и Шармайшейх. В сентябре этого года, 23 сентября, мы полетели сразу в два российских города. Это Москва и Сочи. 30 октября добавили Тбилиси. И, конечно же, мы рассматриваем еще, какие направления мы полетим. Буквально за несколько месяцев мы добавили пять направлений. Это же очень круто, надо сказать. Так, и Армения. Я не буду рассказывать вам про эту страну. Моя задача рассказать вам про авиакомпанию. Но каскад, знаменитый каскад Еревана. Ереван, наверняка вы знаете, что столица достаточно юна, потому что она только в 2020 году была объявлена, город был объявлен столицей. Но сам город старше Рима на 29 лет. Впечатляет, да? Монастырь Татев. Это тоже сохранилось, не знаю, со скаких тысячелетий до нашей эры. И наши эры тоже. Это, кстати, храм Зварнац. Храм бдящих ангелов. Наш аэропорт, в котором базируется авиаперевозчик, тоже называется Зварнац, потому что это Арбатерский район, соответственно, имеем право так называться. И сейчас самый сезон для бронирования лыжных поездок. Пожалуйста, сахкадзор. Очень много разных вариантов спусков. И хороший, достаточно качественный сервис. Очень много всего вкусного и яркого. И, конечно же, никак без еды. Я вот буквально недавно узнала, что есть такой десерт, который наверняка только подается в Армении. Поставьте плюсики или минусики, если вы со мной согласны или не согласны. Это горячая халва с мороженым. Где-нибудь вы такое могли бы попробовать? Прекрасно, Сергей, вы знаете все. Несколько видов, да, умы. Сколько там десертов, сколько мяса, хаш. Люля из раковых шеек. Это, наверное... Такого я нигде не пробовала, если честно. Пожалуйста, два раза в день из Москвы вы можете добраться до Еревана, из аэропорта Домодедова. Время в пути составляет 3.45. Удобное расписание. Это расписание как раз-таки сейчас действует на зимнюю навигацию. Когда презентация закончится, ProfiTravel вам направит отдельную презентацию без дополнительных лишних слайдов. У вас это расписание будет. Имейте в виду, что каждый день мы вылетаем в 11.10, а в вечернее время у нас есть два варианта вылетов в 20.35 и в 23.55. В Сочи, Ереван. Допустим, если у вас есть клиенты или вы сами находитесь в этом регионе, вы можете добраться из Сочи в Ереван всего лишь за час 15. Аэробус А320. Средний возраст воздушных судов у нас около трех лет. И посмотрите, расписание 3.30. Вы скажете, ой, неудобно, это очень рано. А на самом деле здесь все очень продумано, потому что Сочи это прекрасно для того, чтобы вылетать. Но есть еще Ростов, есть еще Краснодар, есть еще другие города, которые хотели бы воспользоваться этим перелетом. И тут есть ласточка, поезд, который как раз-таки прибывает около часа ночи, в первом часу ночи. И за три часа начинается регистрация. За час она заканчивается. И здесь очень удобно после ласточки сразу пересесть на наш прекрасный авиалайнер и домчаться. Да, Сергей, да, действительно. Кстати, по соотношению с сингапурскими авиалиниями, кто помнит мои презентации сингапурских авиалиний про экономический класс, я тоже говорила, что там большое пространство от спинки до спинки. И FlyArna и сингапурские авиалинии имеют одинаковое расстояние от спинки до спинки. Это очень круто. Именно поэтому FlyArna очень достойна для вашего внимания и для ваших клиентов, и для своих личных перелетов. Грузия. Я сказала, с 30 октября FlyArna начала выполнять свои рейсы в Грузию. В Тбилиси. Прекрасная кухня, прекрасное вино. Источники горячие. Можно наслаждаться разными вариантами отдыха. Можно соединить две кавказские столицы. И вот наше расписание. Мы пока выполняем рейсы только три раза в неделю. Расписание. 16.55 мы вылетаем из Еревана. В 17.40 мы прибываем. Меньше часа всего лететь. Достаточно комфортно. Так же и обратно. И вот сейчас вам в нашем трикалоре я покажу рейсы из Москвы в Тбилиси. Самое короткое время, которое сейчас есть, потому что прямых сейчас из Москвы рейсов в Тбилиси нет. 5.30 общее время в пути, включая часовую остановку в Ереване. Кто-то скажет, прекрасно. Час остановки в Ереване – это достаточно комфортно. Кстати, красивый очень аэропорт Зварнац. Такой стеклянный, с витражами, очень такой стильный. Но кто-то хочет сразу выйти в город, потому что там все очень близко рядом находится. Поесть шашлыка сначала в Армении, выпить кронатового вина армянского, потом сравнить его с грузинским вином, соединить сразу две столицы. Это очень прекрасно, и можно выбирать разное время. Можно даже сделать остановку в Ереване, переночевать и дальше полететь. Вот варианты из Сочи в Тбилиси. Получается достаточно длинная остановка. Вы не бойтесь, потому что для наших российских туристов не надо никаких дополнительных документов, не надо никаких дополнительных ПЦР-тестов. Можно выйти в Ереване, погулять, сесть на рейс и улететь в Близь. Ну и, конечно же, Хургады, Шермей, Шейх, также для тех, кто хочет воспользоваться дешевым перелетом, потому что все-таки это лоу-кост-перевозчик. Мы предлагаем очень хорошие цены на наше направление. Здесь, правда, надо подгадывать стыковки, потому что Хургады, Шермей, Шейх мы выполняем не каждый день. И есть разные варианты перелетов. Расписание, пожалуйста, оно здесь, вы можете посчитать на нашей системе или обратиться к нам, для того, чтобы это все посмотреть. Так, типа тарифов. Самостоятельный путешественник, который точно не хочет ни за что переплачивать, ему очень понравится тариф Basic. Это перелет и 10 килограмм ручная кладь. 10 килограмм. Надо отметить, многие там начинают сразу спрашивать, у вас наверняка платная регистрация. Нет, у нас не платная регистрация. У нас, правда, нет пока онлайн регистрации. Регистрация вся делается только в аэропорту. За 3 часа мы начинаем, за час мы заканчиваем. И, пожалуйста, 16 тысяч рублей. Это перелет Москва-Ереван туда и обратно. Бывают, конечно, и акции разные, которые тоже у нас загружены в систему. Около 20 тысяч у нас идет тариф Value. Допустим, если летит семья, здесь, конечно, уже хорошо бы иметь возможность выбора места, чтобы был дополнительный багаж 20 килограмм, чтобы было уже питание, вода. То есть это может быть сэндвич и вода. И очень важно, когда мы летим с семьей или что-то может случиться, здесь есть возможность... Здесь есть возможность изменить или отменить бронирование. Но надо отметить, что лоукостер не предлагает возвратов за авиабилеты. Если вы отменили свое путешествие, то сумма, которая была потрачена на ваш авиабилет или на дополнительные услуги, она превращается в ваш кредит, который можно использовать в течение года. Так, объединение багажа. Сейчас я все вам расскажу. По габаритам есть ограничения, как и для любой ручной клади, но это не такое. Вот, потому что вот когда буквально недавно покупала чемодан для поездки, и есть якобы чемодан для ручной клади Аэрофлота, а есть чемодан для авиакомпании Победа. И поверьте, там совсем разные размеры, про ручную кладь я говорю. Так, поэтому вот такие варианты. И, конечно же, тариф экстра. Он предлагает до 30 килограмм ручная кладь. Кстати, 30 килограмм у нас весовая концепция. Весовая концепция. Это значит, что можно брать сколько угодно количество мест багажа, но при этом, чтобы общий вес не выходил за рамки того, что у вас по вашему тарифу предусмотрено. И здесь 30 килограмм. Больше выбора питания. Ну, допустим, если вы захотели лететь, допустим, Москва, Ереван и дальше Хургада. Почему бы и нет? Почему бы не насладиться еще горячим, может быть, вариантом? Чем длиннее путь, тем больше выбора питания происходит. Отмена? Да. И ни один лоукостер, это точно, потому что я проверяла все, что есть на нашем российском рынке, не предлагает отмену, ну, то есть изменение за 8 часов до вылета. Авиакомпания FlyArna дает такую гибкость, и даже если вы вдруг не можете полететь, то есть возможность переписать авиабилет на другого человека, но за дополнительные деньги, конечно. Так, идем дальше. И вот они, дополнительные услуги. Так что, смотрите, какой вариант. Пассажир выбрал тариф Basic, просто с ручной кладью, туда и обратно. Но на обратном пути случилось так, что у него добавляется багаж. На сайте это можно сделать заблаговременно, можно сделать себе дополнительное место багажа. Если на борту, ну, допустим, вы точно знали, что вы не проголодаетесь 3,5 часа, или там не слететь из Сочи в Ереван, зачем переплачивать за еду, вот, и тут вы решили купить красное вино Карас, пожалуйста, 7 долларов 30 центов, и вы наслаждаетесь армянским гостеприимством на борту авиакомпании. Деньги принимаются в трех валютах, рубли, доллары и армянские драмы. Также есть выбор мест. То есть всегда можно себя обезопасить тем, чтобы у вас было гарантировано то место, которое вы хотите. Вот при тарифе Basic нет возможности выбора места. Это будет рандомное место, которое предоставлено уже на регистрации. Если заранее об этом побеспокоиться, то можно выбрать себе место. Вот посмотрите, сколько сейчас это стоит. На самом деле самолет достаточно комфортный, места везде просторные, свободные. Ничего в этих местах лишнего нет, но все достаточно высокого уровня. Поверьте мне, ранее я работала в премиальном перевозчике, и здесь есть чему поучиться даже премиальному перевозчику. Наша программа Air Awards. Мы называем ее самой щедрой программой лояльности, потому что это практически как банковская карта, которую можно получать кэшбэк. Вот до 10% можно получить кэшбэк, если мы еще берем места, питание и любые другие наборы продуктов, которые мы можем покупать у нас онлайн. Также можно подключить семейный аккаунт, хотя не только семья, могут быть и близкие друзья в этом аккаунте прописаны, и пользоваться начислением миль всех членов этого аккаунта. Забыли начислить, эта услуга тоже есть. Пользоваться этими милями можно на все продукты Air Arabia Group. То есть заработали миль на FlyArnie, купили билет в Абу-Даби. Прекрасно? Так, время видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что 20 секунд на ответ. И платформа ProfiTravel потом проанализирует чат, выберет первого правильного ответившего на все вопросы, пришлет мне, и в среду мы... Ух ты! Ой, как здорово! Нет, ни в одном сообщении. Формат ответа 1. Вот сейчас будет первый вопрос. Вы будете писать цифру 1- и ABCD, в зависимости от того, какой будет выбор и ответ, в зависимости от того, какой будет выбор и ответ, потому что будут разные варианты. Так что подготовились. Я сейчас запущу таймер, который у нас идет на 20 секунд. И поехали. Что означает FlyArna? Красивое имя девушки. FlyArmene. 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 4. 3. 2. 1. Следующий вопрос. Шаг между креслами. 81 см. B. Стандартный. Жутко тесный. C. 78 см. Так, переведите клавиатуру в латинский режим. Так, следующий вопрос. Какой тип тарифа идеально подойдет пассажиру с багажом до 20 кг и желающему перекусить в полете? Я вижу, что все очень внимательно слушали. Прямо в долю секунды. Очень много пользователей. Прекрасно. Так, следующий вопрос. Конфигурация салона А320 FlyArm. 174 кресла, 168, 90 как в суперсухом. chilппп. Так, время выходит. Следующий вопрос. Из каких городов России FlyArm выполняет рейс? Так, время выходит. Иногда. В чем? Вот как до 21 кг. Компе? Номер вопроса не забывайте писать. Следующий вопрос. Расписание рейсов Москва-Ереван. Один рейс ежедневно, два рейса ежедневно утром и вечером, четыре рейса в неделю. Но теперь точно все знают, что с нами удобно лететь, потому что мы и утром, и вечером. Я подсказала. Следующий вопрос, последний. Рейсы Ереван-Белиси. Ереван идеально стыкуется из рейсов в Москву. По какие в дням недели? Так. Это был последний вопрос. Победителя я опубликую на нашем стенде 16 ноября. В среду вы узнаете тот, кто был самый первый и самый правильный по нашим ответам. Наши контакты. Светлана Краснобородько к вашим услугам. И у нас есть еще отдел агентской поддержки. FlyArna.agent.connect.pro. Connect.pro – это GSA, дочерняя компания Авиарепс AG. Прошу любить и жалобить. Так. Если несколько, это... Татьяна, вы к чему пишете? Так, если несколько победителей. А, понятно. Ну, что-нибудь придумаем еще. Ну, первый – это победитель, который получит авиабилет. Москва, Ереван, Москва. Несколько лет билетов. Мы всегда рады вам. Насладитесь армянским гостеприимством у нас на борту. У меня есть еще время поотвечать на ваши вопросы. Если будет много, конечно, победителей, претендов на первое место, и у всех будет одно и то же время, конечно, пройдется как-то рада. Так, объединение багажа. Объединение багажа вы имеете в виду... Если мы летим... То есть, если уже есть какой-то багаж, его надо проапгрейдить для более высокой... Полеты из Еревана в Египет будут регулярными в 23. Они и сейчас регулярные, с 22-го года начали. Так, про объединение багажа. Скажите тогда, пожалуйста, что конкретно про объединение багажа. Можно выбрать любой тип тарифа и сделать дополнительный апгрейд багажа. Так, у двух человек, но у 31 чемодан весит максимально. А, то есть это делается как пул. Это на регистрации. То есть если семья, человек, то вы выходите... Общий вес, вы думаете, что, допустим... Ну, семья, конечно, там будет семья, одно бронирование. В одном бронировании люди, они сдают багаж. Естественно, не на каждого будет багаж вешаться. А это уже по желанию. Два человека по 10, общий вес чемодан 20 килограмм. Верно, Марин, так можно. Единственное, что надо еще помнить про защиту... Как же это называется? Когда защищают грузчиков, чтобы у них не было... Там, по-моему, максимальный вес одной сумки, может быть, либо 32 килограмма, ну, чтобы не надорвался грузчик. То есть вот такие моменты тоже учитываются. А так, по оплатам с вас никто не будет брать лишних денег, если у вас есть разрешенная норма багажа, которая учтена. Если семья из трех человек и покупается тариф value, где у нас есть 20 килограмм на каждого человека, то есть 60 килограмм на семью. Два человека, 20 килограмм, 40 килограмм на два человека. Только два человека должны быть в одном бронировании. Билеты. Билеты через партнеров или же напрямую. Авиакомпания пользуется своей системой бронирования, которая называется Cell Aero. Если вы агенты, вы можете написать нам напрямую, чтобы заключить с нами договор, и мы дадим вам доступы для бронирования наших билетов и услуг. Или же подключаться прямым подключением через API, если у вас прямо есть достаточно ресурсов для этого, для того, чтобы интегрировать нас в свою систему продаж. С нами очень много работает авиабилетчиков, поэтому тут можно выбрать, набирайте fly-ар на авиабилеты, и, пожалуйста, вам выйдут. Просто я не могу называть кого-либо одного, чтобы не обижать других. Давайте еще две минуточки. Задавайте вопросы. Я рада, что мы с вами познакомились. Пускай я хотя бы вижу вас только в численном количестве, а не вижу вас лично. Приглашайте в гости. Кстати, мы рады видеть вас и у нас в нашем московском офисе. У нас большой отдел, который поддерживает агентов. Есть отдел колл-центра, который на связи каждый день по 12 часов. И в субботу, и в воскресенье любого пассажира мы поддержим, если есть какие-то вопросы. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Мы всем будем очень рады. Помните, что лыжи, цахка, отзорь – приятная вещь. Татьяна, мы как раз рассматриваем европейские направления. Скоро мы объявим туда, куда мы полетим. Кстати, девиз нашей материнской авиакомпании Air Arabia Group – это «Where next?», куда следующее направление мы полетим. Авиакомпания FlyArna буквально за несколько месяцев нарастила уже свою карту полетов. Будем добавлять еще. И скоро приятно всех удивим выбранным направлением. Лыжи входят в норму багажа. То есть если 20 килограмм, и если они входят, то просто будете сдавать это как хрупкий негабаритный багаж. Кстати, и лыжи можно брать там уже в аренду. Это все не очень дорого. Поверьте мне. И Армения – это та страна, которая очень душевная, очень теплая, очень гостеприимная. Вы не будете чувствовать себя как будто где-то глухой, далекой за границей, где тебя никто не понимает. Все тебе радушны, все готовы накормить, угостить. Помним про прекрасный армянский центральный рынок в Ереване, где очень много вкусностей. Можно как раз таки, почему можно докупить лишние килограммы багажа на обратном пути, чтобы угостить всех близких. Цены в ресторане комфортные. И очень важный момент. Авиакомпания иностранная, иностранная авиатехника, и все тебя понимают по-русски. 15.35. Благодарю за внимание. Рада была со всеми, пускай так, пообщаться. Сейчас слайд с нашими контактами, еще разочек. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова